Эти новогодние праздники должны стать одними из самых тихих в истории. По крайней мере, это предполагает введенный в республике особый противопожарный режим. В первую очередь он ужесточает требования к продавцам пиротехники и ограничивает использование салютов. В набережных Челнах инспекторы уже проверили точки продажи фейерверков и предупреждают население, что за такую забаву можно и штраф заработать. Открытие большинства районных елок и главной городской состоится уже завтра. Вот именно с 19 декабря и начнут уделять особое внимание соблюдению противопожарного режима. Это значит, что запуск салюта или даже подрыв петарды, например, в дворе дома, может влететь шутнику в копеечку. Штрафы удваиваются. Гражданину придется выложить до 4 тысяч рублей, а предприятие может потерять до полумиллиона. Если после 22 часов кто-то где-то будет использовать, применять при этих изделиях, составляется протокол по статье 3.8. Это нарушение тишины закона Республик Тарстан. Это как раз прелегатива сотрудников полиции. На сегодняшней пресс-конференции ВВД также прозвучало, что на территории набережных Челнов проверку прошли 8 магазинов пиротехники. Требования к ним нынче такие. Покупателям должно быть больше 16 лет и у них нет доступа к витрине. Инструкция на товар на русском языке. А если здание, где находится магазин фейерверков, не одноэтажное, то продажа такой пиротехники допускается только на последнем этаже. Предприниматели уже почувствовали результат. Немножко продажи упали, потому что людей напугали. Так сказать, каждый второй приходит и спрашивает, как сделать, слышали вы, 300 метров, они уже немножко опасаются. Сегодня в магазинах можно найти и практически настоящие салюты. Их стоимость может достигать 30 тысяч рублей. Но размер штрафа от мощности заряда и цены не зависит. За маленькую бомбочку накажут так же, как и за целую батарею огней, уверяют полицейские. Для того, чтобы устроить пиротехническое шоу, челнинцам придется отправиться на спецплощадки. Это берег реки Меликески за стадионом «Строитель» и «Красные челны». Еще две находятся в новом городе, в парке «Победы» и на набережной. Кстати, взрыв «Петард» относится тоже к виду запрещенных развлечений. Но в парке «Победы» это делать можно. Это одно из четырех мест в городе, где запуск фейерверков, салютов и прочей пиротехники разрешен. Однако и на спецплощадках в новогоднюю ночь все, что взрывается, окажется под запретом. Правда, в то же время можно будет запустить ракету или салют в других местах. То есть вечером 31 декабря допускаются фейерверки, хоть у себя во дворе. Все равно, как признаются правоохранители, в эти мгновения за каждым не уследишь. Еще одно послабление – бенгальские огни и безобидные хлопушки с конфетти. На них вообще никаких ограничений нет. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.